Всем привет, друзья! У меня очень хорошая новость. PUBG Studios поделилась с нами скриншотами обновленного Миромара в связи с предстающим обновлением 25.1. Давайте посмотрим, что там есть. В целом, скажу сразу, что меня немножко это впечатлило. Ожидается очень много интересного контента этим летом. Поэтому не забывайте ставить лайк, подписываться. Ну и если я что-то упустил, можете написать это в комментариях, что вам нравится, что не нравится. Тоже можете написать в комментариях. Всем приятного просмотра, погнали смотреть. Вот так вот выглядела карта до, а вот так вот она будет выглядеть уже после. В целом, можно сказать, что изменения не такие колоссальные, но тем не менее, добавили какие-то новые кемпики, новые города. Также меня заинтересовали новые интересные способы передвижения, отмеченные красным штрихпунтиром. Все мы знаем, что на уикенде это был фуникулер. Возможно, здесь это будут горизонтальные зиплайны. Пока что это неизвестно. Всего их на карте будет шесть. Первые два будут находиться на отдельном островочке. Слева внизу карты. Это по центру, где был раньше Лос-Хигас. Чуть позже это разберем. Ну и слева от моста Вальдемара. Третий такой способ передвижения будет находиться через дорогу выше Вальдемара. И ниже Брикьярда, где раньше было Ледерьера. Также будет четвертый находиться у Эль-Поза. Будет он начинаться от церкви сверху. Пятый будет находиться справа от Паврегрида. С горы до Гривиярда. Шестой будет находиться от Элязара через дорогу. Ну и наверное хотелось бы что-то добавить еще на два отдельных стоящих острова по центру. Что-то подобное. Либо какой-то мост. Либо такой же способ передвижения. Фанникулер, либо зиплайн. Но пока что они там отдельной жизнью живут. Ну и давайте более близко разберем, что здесь изменилось. Какие новые города. Кимпы добавили. Ну и посмотрим, как это будет выглядеть от той информации, которая сейчас на данный момент есть. Давайте начнем с левого верхнего угла. Итак, это у нас город Алькантара. Он у нас переместится немножко ниже. Немножко ниже. Также название Оазис будет как-то ниже. Чуть-чуть не знаю, чем это им мешало или не мешало. Что касаемо правого верха карты. Здесь у нас Кампа Милитр сместится левее. И тем самым они удалят полностью город под названием Тера Ахумада. В общем, его больше у нас не будет. Поэтому успевайте на нем наиграться. Возможно, кто-то туда падает. Отыгрывает по сейву. Не знаю. Тем не менее, больше этого города мы не увидим. Давайте разберем правую середину. Это у нас город Лабиндита. И Миннес Генералес. Теперь Лабиндита будет называться просто Кантера. Также добавят новый город справа от Миннеса. Где у нас был Джек Ярд. Там теперь будет трюк Стоп. Выглядеть он будет вот таким образом. В принципе, будет интересно. Очень много каких-то прикольных зданий. Скорее всего, внутри трюков тоже будет какой-то лут появляться. Не знаю. Выглядит это по-новому. И выглядит это довольно-таки здорово. Также хочу отметить, что у Миннес Генералес собрали вышки, которые были. Так называемые. Кто их как не называет, называет. И собаками, и козлами. И, в общем, скорее всего, их там больше не будет. Далее у нас идет район Монте-Нуевы. Это левый центр карты. Тут хотелось бы сразу отметить, что поменяют Плодрильеру. Теперь это будет называться Брик Ярд. И будет это выглядеть довольно-таки симпатично. Вот таким вот образом. Будет один большой какой-то завод. Ну и тут разбросаны кемпики. Дальше у нас идет зона Лос-Леонеса. Тут тоже начнулись изменения. Это добавили, так скажем, новую Хосиенду добавили, наверное. Снизу Лос-Леонеса будет называться городок Резорт. И выглядит он будет так. Но я думаю, что это будет наподобие второй Хосиенды. В принципе, очень годно сделали. Очень красиво выглядит. Очень похоже на виллу на Дестани. Чем-то напоминает. Но тут опять же видим, что два этажа. В принципе, та же Хосиенду переместилась теперь еще и вниз Лос-Леонеса. Прикольно, прикольно. Ну и заключительная часть. Это, наверное, основное, что я уже давно, в принципе, ждал. Это левый низ карты Миромар. Все мы знаем, что здесь было очень много проблем, когда круг сходился в районе Призона. И было очень тяжко попасть на этот остров. Если у тебя не было шара, не было каких-то глайдеров, было, в принципе, проблематично попадать на этот остров. Тебе приходилось либо по синьке объезжать по правому мосту, либо заранее это делать, либо переплывать где-то в районе Лос-Хигаса, ну и либо рисковать жизнью и ехать через мост Вальдемара. Тем не менее, под Вальдемаром была скалистая местность, по которой нельзя было подняться. Ближайший переплыв был где-то в районе Лос-Хигаса и подъем уже в районе Призона. Туда за Призоном. Теперь они сделали песчаные подъемы под мостом Вальдемара. Справа от моста Вальдемара будет вам где подняться. Также они добавили центральный мост в районе Лос-Хигаса. Добавили город. Называться он будет Портона. Будет он находиться справа этого острова. Будет он выглядеть вот так вот. В принципе, очень годно выглядит. Похож чем-то на город Оазис. Также на карту добавят песчаные бури или песчаные зоны. Все мы видели, что было подобное что-то на Викенде. Скорее всего, это будет выглядеть как-то точно так же. Думаю, что это все пришло из Попмобайла. Также в Попмобайл есть горизонтальные зиплайны. Поэтому я думаю, что это все-таки будут не фуникулеры, а зиплайны. Не знаю, посмотрим, что из этого выйдет. Ну а на этом у меня все. Это вся информация, которая на данный момент присутствует. Которой с нами поделились. Поэтому, если я что-то недосмотрел. Или у меня может быть недостаток какой-то информации. Может у вас есть. Вы откуда-то черпаете с других источников. Можете со мной поделиться. Мне будет очень интересно. Ну а на этом пока что все. Ставьте лайк. Я для вас старался. Ну и пишите в комментариях. Оставляйте комментарии. Ну и те, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Нас ждет очень много крутого и интересного. Будем разбираться вместе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok